Это бардак в голове у ребенка. Если у ребенка все знания об окружающем мире не систематизированы и не классифицированы, собака там в одном углу, знания о кошке в другом углу, знания об фруктах в третьем углу, все это разброс на геометрических фигурах там, о цветах там, в общем, все это по голове. Ребенок все это понимает, он видит, что красный, он видит, что это животный. Но когда его начинаешь спрашивать, кто это, ребенок говорит, ну я знаю, 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 но только сейчас, сейчас, я вспомню, что это такое, сейчас, сейчас. Это потому что память, я вот сейчас вижу, как вот он мучается, ищет ответ на заданный элементарный практически вопрос, кто это, глядь, допустим, на собаку, кто это, и у него бегает память по голове и никак не может найти слово собака, и он не может это сказать. И казалось бы, ребенок умеет говорить о развитии речи, вот логопед ставит какая-то задержка развития речи, потому что не может сказать собаку слово. А почему он не может сказать собаку? Потому что в голове бардак, в голове у ребенка все знания, об окружающем мире должны быть систематизированы, как знания в Ленинской библиотеке. Все должно по залам разложено быть, по стеллажам и по ящичкам, чтобы память, когда ей зададут вопрос, кто это, и покажут там какую-то картинку, ей было легко пробежаться по голове, скажем так, по мозгам ребенка, найти нужный зал, найти нужный стеллаж и открыть нужный ящик, достать оттуда карточку со словом «собака» и сказать «это собака». Потому что здесь вот на этом ящичке прикреплена фотка этой собаки и навешана на крючок куча ярлычков. Лает, кусает, гавкает, живет в будке, грызет кость, лохматая, большая, маленькая, домашняя животная. Все знания, которые мы дали о собаке, все висят на крючочке здесь в виде бирочек, и фотография приляпана. И вот память залетает в этот кабинет, открывает ящик, достает, говорит «это собака». Если в голове у ребенка вот такой картотеки нет, это называется классификация, обобщение, вычленение, то есть это у нас основа мышления. Если в голове вот такой классификации нет, то и ребенку сложно ответить на вопрос, что это или кто это. И мы ставим задержку речи, хотя задержки никакой нет. Просто наведите порядок. Когда нам об этом визель Татьяна Григорьевна сказала, у меня в голове появилась идея вот этих блокнотов, которые тематические, разбиты по темам, и в каждом блокноте, каждая страничка посвящена той или иной теме. Например, тема игрушки. Вот эту тему мы обсуждаем в течение всего блокнота. Например, на этой странице найди только медведей, здесь найди только пирамиды. Пирамиды, пирамиды, пирамиды. Что ты нашел? Пирамиды. Тут у нас еще и парадам, и склонение, и множественное число. Это все пирамиды, это игрушки. Здесь найди все коляски, здесь найди все формочки, здесь найди всех роботов, посудку и так далее. А потом уже начинаем подключать логическое мышление. Например, слон, 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 слон. Как думаешь, какой слон лишний? Верно, вот этот слон, потому что он такой-то, 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 такой-то. И каждая страничка посвящена еще четвертому лишнему, а это прям логическое мышление, это думание. И чего не хватает? Где у нас страница, чего не хватает? Где знаки вопроса? Вот. Сова, 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 сова. Как думаешь, кого здесь не хватает? Хорошо, ребенку. Этой игрушки, этой, этой и вот этой. Запускаются лоб, лобные доли мышления. Ребенок думает, анализирует и говорит, что здесь не хватает совы. И этот блокнот связан с игрушками. Второй блокнот связан с дикими животными. Третий блокнот – овощи и ягоды. Четвертый – бытовая техника и посуда. Мебель, что-то еще, одежда и так далее. Блокноты все тематические. Я как педагог считаю, что вот эти все блокноты у педагога в арсенале должны однозначно быть, потому что ему нужно быстро снять с полки. Если, допустим, он копнул, диагностирует, тестирует ребенка, копнул и понимает, что нет вот этой классификации, нет обобщения в голове, нет обобщающих групп, какой-то пробел, все, педагог достает тот или иной блокнот, где смотря пробел, и начинает с ребенка работать. Буквально одно занятие, и ребенок понимает, о чем идет речь, запоминает все у него знания, как такие пазлики в голове передвигаются, складываются все по ящичкам, и ребенок уже может ответить на вопрос, что это или кто это. Поэтому вот эти блокноты, скажем так, с подачи визель Татьяны Григорьевны появились на свет в помощь вам, педагогам и родителям тоже, чтобы видя, что у ребенка вроде бы все сохранно, ему уже три года, у него, вы проверили и артикуляционный аппарат, и шею сделали, и ЭГЭ сделали, и микроэлементы напитаны, а речь стоит, стоит, и никакого очага нет, да, в височной доле, а речь все стоит, и стоит, и не развивается. А может быть порядка нет в голове? Ну-ка, обратитесь, пожалуйста, к классификации, к обобщению и вычленению. Диван, шкаф, кровать и стол. И спросите у ребенка, как это можно назвать одним словом? И если ваш ребенок поднял глаза к небу и задумался, и никак он говорит, ну это, это, ну вот это, ну предметы, ну вот это, и никак не может слова сказать, оно должно мгновенно вылететь из ребенка, то пора бы приобрести эти блокноты и позаниматься. Напоминаю для тех, кто нас смотрит первый раз, что все блокноты, страницы, точнее в блокнотах и в наших тетрадях, заламинированы, что позволяет маркерам для доски писать, выполнять действия и все это дело стирать, хоть пальцем, хоть сухой, хоть влажной салфеткой, и они опять готовы к использованию. Для педагогов это находка, потому что он может и 5, и 10, и 15 лет работать с этим блокнотом, и с ним ничего не будет. Сейчас на эти блокноты скидка 50%. Не упустите момент, блокнотов на нашем сайте с каждым днем становится все меньше и меньше, и цена такого блокнота 200 рублей. Ждем вас на наши распродажи, и ссылка есть в комментариях. Приходите.